Крупная дата на этой и следующей неделе. 90 лет одному из самых кровавых и засекреченных событий в советской истории. Подавление кронштадтского мятежа. Большевики задушили выступления моряков за советскую власть. И на долгие десятилетия закрыли информацию. Как был уничтожен цвет Балтийского флота и форпост Питера. О кронштадтской трагедии. Очерк Алексея Денисова. 3 марта 1921 года в советских газетах было опубликовано правительственное сообщение, подписанное Лениным и Троцким. В нем говорилось, что в Кронштадте вспыхнул белогвардейский мятеж, подготовленный французской контрразведкой. Во главе заговора бывший царский генерал Козловский с тремя офицерами. Однако ни одно слово этого сообщения не соответствовало действительности. Это выступление не было никем подготовлено. Оно вспыхнуло спонтанно. Почему? Потому что в Кронштадте служили матросы и красноармейцы, представители рабочих и крестьян. Они или дома бывали, или им писали и говорили, что делается на местах. На местах творилось безобразие. Крестьянам землю не давали по-настоящему, рабочего поставили под ружье. И естественно, это возмущение, которое царило во всей стране, оно пришло и в Кронштадт. 1 марта восставшие кронштадтцы приняли резолюцию из 15 пунктов. Основными их требованиями были свобода слова для рабочих и крестьян, освобождение политических заключенных и свободные тайные перевыборы в Советы. Власть в городе взял в свои руки временный революционный комитет, который возглавил писарь линкора Петропавловск Степан Петриченко. Через 17 дней восстание было жестоко подавлено. Более двух тысяч матросов и солдат кронштадтского гарнизона были приговорены к расстрелу. Шесть с половиной тысяч человек сосланы в тюрьмы и концлагеря. Избежать репрессий удалось только тем, кто бежал в соседнюю Финляндию. Всего в Финляндию пришли 8 тысяч кронштадтских повстанцев. Местных жителей особенно поразило то, что некоторые беженцы проделали весь 20-километровый путь по льду Финского залива без всякой обуви в одних обмотках. Всех русских распределили в три специальных лагеря с довольно строгим режимом содержания. Финские власти очень опасались эпидемии из революционной России. Поэтому беженцам было категорически запрещено выходить за пределы колючей проволоки и общаться с местными жителями. Поэтому самовольный побег в деревню за картошкой или табаком карался расстрелом на месте. Заботу о беженцах взял на себя американский Красный Крест. В день каждому человеку выдавали 700 грамм белого хлеба, 13 грамм топленого масла, жидкий суп, бобы и какао. Русские эмигрантские организации собрали для кронштадтцев белье, одежду и обувь. По словам финнов, больше всего сами русские жаловались на отсутствие черного хлеба, книг и работы. В 1922 году после объявления советским правительством амнистии участникам мятежа, половина беженцев вернулась на родину. Остальные предпочли остаться на Западе. Это православная Покровская церковь в городке Лаперанто. Отсюда до российской границы всего 20 километров. Раз в год здесь собираются потомки кронштадтских моряков, осевших в Финляндии, чтобы отслужить панихиду по участникам восстания и жертвам ледового перехода. В 1993 году настоятель Покровского храма, отец Тимофей, отпел последнего кронштадтского повстанца, который жил в Финляндии. Сейчас на панихиду собирается от 40 до 50 детей и внуков, тех, кто в 21 году ушел из Кронштадта. Большинство из них уже не говорит по-русски. После того, как в 1945 году финское правительство выдало советским властям руководителя повстанцев Степана Петриченко, многие русские стали скрывать свое происхождение и говорить только по-фински. Многие кронштадтские беженцы вынуждены были вот это, и даже менять свои имена и фамилию, вот это, и даже крестили своих детей в литератскую веру. Страх был в том, что после Второй мировой войны в мирном договоре был такой пункт, что вот эмигранты, которые жили здесь, и многие из них надо было вернуть в Советский Союз. Поэтому они даже в страхе жили. Дед Пентя Белинского был священником в Киеве. Почти вся его семья погибла во время революции. Кто-то был убит во время гражданской войны, кто-то умер от голода. Отец Пенти, Дмитрий Акинович Белинский, остался жив благодаря тому, что после участия в кронштадтском мятеже ушел в Финляндию. Мой отец очень скучал по родине. Он иногда с удовольствием рассказывал нам, детям, о своем доме в Киеве. Там у них был большой, прекрасный дом. Но мать просила нас особо не тревожить его, потому что воспоминания о прошлом его очень расстраивали. Он навсегда оставил родину, когда ему было 24 года. По данным местных историков, сегодня кроме Скандинавии, потомки кронштадтских беженцев живут в США, Канаде, Меликобритании, Франции и Австралии. В 1994 году все участники кронштадтского восстания были реабилитированы указом президента России. Восставшие в Кронштадте в известном смысле победили, поскольку они принудили советское правительство изменить экономическую политику. В стране появляется НЭП. Безусловно, это не могло бы произойти, если бы не эти героические усилия простых крестьян, простых матросов, населения Кронштадта в целом, принявшего участие в этой беспрецедентной позначимости и по обреченности попытки изменения политического режима, политического строя в стране. Алексей Денисов, Юрий Моисеев. Специально для программы «Вести недели». Субтитры создавал DimaTorzok